Сегодня в выпуске День здоровья в медсанчасти 135. Автору знаменитого конька-горбунка Петру Ершову 200 лет со дня рождения. Закрытие лыжного сезона в Десногорске. 7 апреля Всемирный день здоровья в медико-санитарной части номер 135 Десногорска отметили рядом мероприятий. В этот день в поликлинике сразу в трех местах, в фойе и в двух кабинетах, в 106-м доврачебном и 302-м профилактическом, был организован пост по измерению давления. Все желающие посетители поликлиники могли здесь сразу же получить и консультативную помощь. В кабинете 204 вел прием врач-эндокринолог по вопросам рационального питания и проблеме снижения веса. Также в День здоровья посетители больницы без очереди могли получить консультации по вопросам лекарственного обеспечения, женского здоровья и прослушать увлекательную и полезную лекцию в конференц-зале о здоровом образе жизни, в которой были затронуты очень важные и острые темы нашего времени. А это вред табакокурения, алкоголя и, конечно же, переедания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встречу подготовили работники молодежного центра совместно с Десногорской центральной библиотекой. Она была посвящена знаменитой на весь мир сказке «Конёк-горбунок». Ведь в этом году автору, поэту-сказочнику Петру Ершову, исполнилось 200 лет со дня рождения. Зрителями стали ученики третьих классов средней школы номер 3. Библиотекарь Светлана Головачёва тепло поприветствовала юных зрителей и рассказала об этой удивительной сказке и, конечно же, о самом Петре Ершове. Также она провела сказочную презентацию, наполненную иллюстрациями из книги. Пётр Ершов родился в 1815 году в деревне Бедруково, близ города Ишима. И вся его жизнь прошла в далёкой-далёкой Сибири. С детских лет Петру пришлось ездить на лошадях по всему сибирскому краю. Ведь лошадь – это единственное средство передвижения, которое было в то время. Но не было же ни поездов, ни самолётов, ни автобусов. И поэтому всё делалось на лошадях. И погвали, и ездили. И в пакетках в этих он увидел жизнь народа, населявших этот обширный и суровый край – Сибирь. Ну а «Конёк-картунов» был напечатан в 1834 году. Вы представляете, сколько эта сказка приносит радости? Более 150 лет. При жизни Ершова сказка была перепечатана семь раз. Семь раз выходила по всему миру вот такая книжечка. Семь раз картинки публиковались красивые. Семь раз люди могли читать и перечитывать новые книги Петра Ершова. Участники кукольно-драматического кружка «Лицидеи» под руководством Натальи Шабаровой подготовили театральную постановку «Слово Ершова». Зрителям представилась возможность встретиться с простым крестьянином Иваном в исполнении Дмитрия Шибкова и его верным другом Коньком Горбунком, которого озвучивал Дмитрий Сергутин, злобным, но таким смешным царем Даниил Перепелицын, красавицей-царь-девицей Анастасия Кривкина и двумя скоморохами Анастасия Федоренкова и Дарья Рябова. Музыкальное сопровождение «Балалайка» Александр Устюгов. Артисты постарались передать зрителям настроение сказки, подарив восторженные эмоции и новые полезные знания. Царь велел вам долго жить. Я хочу царицей быть. Иван царицу тут берет. Церковь Божия везет. И с невестой молодою он обходит в рухновой. Можешь, и сетки, 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 и сетки. Царь и сетки. В завершении была проведена викторина по сказке «Конек-горбунок». Ребята активно участвовали в ней и за правильные ответы получали сладкие призы. В этом году зима не баловала любителей лыжного спорта обилием снега. Но это не помешало воспитанникам секции лыжной и гонки детской юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Алексея Владимировича Шлыкова принять участие в ряде соревнований различного уровня и показать хорошие результаты. Они неоднократно становились победителями и призерами городских и областных соревнований. 25 марта в актовом зале детской юношеской спортивной школы юные спортсмены были награждены грамотами и ценными подарками за успешное выступление на соревнованиях по итогам этого лыжного сезона. А их родители от имени администрации школы благодарственными письмами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин